Данное видео осознанно в развлекательных целях, все показанное сегодня по вебройзу. Стрээээго! Помойка это моя! И я ходил по мойке! Встречайте! Величайший бомж! Стрэбу! Здравствуйте, ребятушечки! С вами расхититель мусорных баков. Я, к сожалению, однорукий, потому что у меня палец поломан со смещением, мне спицы вставили. Но я свой гипсик запрятал вот так вот в руках. И надеюсь, он не пропитается запахом помойки. Сегодня я расхищу все мусорные баки на районе и покажу вам, сколько можно на этом деле заработать. Присаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра и не забывайте, что вы этот контент заслужили. Поэтому ставьте огромный палец вверх и подписывайтесь на мой канал. Напоминаю всем, что я самый главный расхититель мусорных баков в России. Я, ребятки, Штрэбу. И для меня все бачки в городе открыты. У меня даже есть пропуск к мусорным бакам. Вот здесь вот у меня находится гипс. Я его вот так завернул, чтобы он особо не пылился. И вот у меня на шее шнурок. Сейчас туда гипс засуну. И буду как-то одной рукой расхищать кормилицы. Дима, наверное, вообще капец счастливый из-за этого. По этому поводу, потому что он-то двухрукий. Он может полностью расхищать кормилицы. Полноценно. А я не могу. Дим. Ой-ой-ой. Что? Фу, это гной. Чувак, это гной. Она в ком-то гное, блин. Выкинь ее нафиг. Это с трупа сняли, походу. Фу, как завоняло, блин. Это похоже на гной. Да, одень мне перчаточку, пожалуйста. Вот так вот держи. Да, да, да. О, спасибо. Ну что, понеслась, ребятки. Как-то одной рукой буду лутаться. Поаккуратней, Димон. Я тут эти огурчики нашел. Ребятки, хотелось бы вам напомнить 20 мая английская премьер-лига. На поле встречаются Манчестер Сити и Астон Вилла. А мои друзья в НХ сдают очень высокие кайфы на этот матч. Вдобавок пополнение без комиссии, регистрация в один клик без паспорта, ставка без риска и моментальный вывод без потерь на большинство платежных систем. А теперь при регистрации с помощью моего промокода Штрэп вы получаете до 25 тысяч рублей на первый депозит для новых игроков. В общем, досматривайте видео и переходите по ссылке в закрепленном комментарии. Ребят, делайте ставки. Возможно, я даже однорукий и найду топ находки. Шлепки какие-то, сапожки с оторванной подошвой. О, первая находка. Нифига себе. Ребят, чекайте, что нашел. Усилитель магистральный. Чувак, у меня усилитель магистральный для этих, наверное, антенн. А, реально. Прикинь, а вот шестигранник надо раскрутить. Сейчас посмотрим, что там внутри. Так это ценная находка. Для спутникового телевидения вот сюда антенны вставляются. И это для них усилитель. Сейчас расковыряю. Да быстрее я раскручу одной рукой, Дима. Всё, всё. О, а вот и усилитель. Нифига. Вон там блок питания и вот усилитель. Кривоприпаянное. Ну, забираем, короче. Вставляй. Смотрим, сколько это стоит. Выносов не видно. Так рыть, ну, а нормально. Сейчас залезу я. Ну, залазь. А где твои перчатки? Сейчас найду перчатки. Вот и вынос хаты проводами. Давай аккуратненько. Проводня. Ух ты. Нафиг нам эти USB-шки шляпные. Они все ушатанные. А вот это можно взять. Это комплект новых резинок, ребятки. В зиплок пакетики. Кормилица ещё одна. Дим. Сковородина. Алюминий. Сковородину. Я тоже увидел. О, добротная. Из Икеи. Не знаю, когда вернётся к нам Икея в России. Берём сковородину. Не сбивать лень уже стала. Так это, думаешь, ты металл? Это металл. Вот это и разбивать надо. Блин. Ну, дерьмо-то. А ладно. На металл так поставим. Кому надо, пусть забирают. А вон в том мешке что? Здрасте. Что в том мешке, Дим? Сейчас узнаю. А чё ты не взял с собой эту поисковую кочергу? Попробуй здесь достать, да. Пицца. Там пицца есть. А во второй? Ой, во втором она есть. Бомба. Вкусняшка. Ну, пару дней ей есть. Что, может девочкам возьмём в гараж, угостим? Давай. Давай. Всё, закрывай. Пицца с кормилицы. Для моих красоток двух. Для девочек. Сегодня у нас стрим будет. Вообще бомба. Покушают они. Помойка кормит. Да оставь её. Нахуй она нужна. Я думаю, если нахуй. Не, берём всё самое топовое. Не. Не стали. А там дно металлическое у неё. Она алюминиево-металлическое. Мне надо сбивать молотка. Да, там зубилом. Неприятное занятие. Тут кто-то уже побывал, похоже. Наш конкурент на лесопеде тут побывал. Я даже раз не вижу. Что это? Нифига какие топовые сапожки. Прозрачные подошвы. Какой размер? Может валюшечки? Сороковой. А, блин, большие. О, нифига. Покажи. Юбилейный. Советский набор. Вилочки и ножи. Тут, наверное, ещё ложки были. Это для барахолки. Это вилки и ножи. А, вилки и ножи. Значит, ложек не было. Вот он в комплекте. Юбилейный набор. Нифига так, он такой стильный. Вилки реально стильные, ребят. Да, мы можем тоже забрать их. Да. Ты себе заберёшь? Да. Забирай себе топовые вилки. Согласитесь, ребят, стильные? Хотя советские. Ну, советское не всё же плохое было, делалось. А тут что-то за коробки какие-то. А, нифига. Это какие-то детали на 3D принтере печатали. Энерго-АРМ. Интересно, для чего это? Смотри, на 3D принтере делали какие-то детали. Деталька? Как будто для счётчиков. Не знаю, для чего, блин. Это не на 3D принтере. Да, 3D принтер. Видно, видишь? На принтере. Вот, смотри, полоски. Жесть, кто-то же сделал это. Так тут целая коробка их. А там других нет деталей. А, вот оно как собиралось. Это для каких-то труб, видимо. Да, это для трубы какой-то, ребят. Смотрите. А болтов сколько хороших. А болты нам такие не нужны? Болты нам нужны такие, да ещё и новые. Поскручивай. Есть ещё там что-то такое? О, так вот и болты, чувак. Ещё? Целая коробка с этими болтами. Вот они. Ребят, топовые болты. Смотрите, вот болты и шайбы. Всё тут есть, всё новое. Вот это дядю нядя в гараж. Вот это нядя, пригодится это. Ребят, зацените, что мы возле подъезда увидели. Он мне в коридор нужен, чтобы пакеты убрать. Это штоповый стеллаж. Из Икеи, походу. Надо как-то забирать. Видишь, его... Наверное, люди переезжали и... Забирай. Пошли на помойку. Может, там от него эти... Там же эти штучки должны плоские ещё класться. Топо, топовый стеллаж. Или в гараж, или Диме домой нашли. Металлический. Полки, да. Надо что-то придумать с полками. Но рама, главное, уже есть. Просто кайф, ребят. А может, тут в кормилице кто-то переезжал. И тут столько выносов из хат может есть. Какие-то буцики. Ботинки кожаные. Нихера себе, ребят. Это Харли Дэвидсон. Оригинал? Ребят, Харли Дэвидсон. Оригинальные ботинки кожаные. Целые? Ну, ещё более-менее. Ну, ещё побегают, на самом деле. Восстановить можно. Фанаты, ребят. Кто фанатит от Харли Дэвидсона? Вот. Ботинки Харли Дэвидсон. Вот так они выглядят. Первый раз вижу ботинки Харли Дэвидсон. Я думал, Харли Дэвидсон только мотоциклы делать. Они ещё и обувь делают, охренеть. Американская фирма, да? Ну, на, забирай. Так, о, баняни. Сотри, Дим, баняни. Чуть-чуть зелёные. Да внутри они нормальные, Дим. Баняни. Берём баняни. Девочек угостим в гараже. О, для девочек обувь. Чё за... Фу, Илюни. Чё за бренд? Фу, Лфини, Гест, Интвия. Боро. Шляпа. Они котях хотят, они кушать хотят. Топовое качество, ребятки. Тридцать седьмого. Смотри, вынос тут, по-любому вынос. Ну, так лотай. О, ни хера себе, чувак. У меня коробка от Макбук. От Макбук Про. Ну, да, от современного Макбука. О, тут чеки и наклейки даже есть. Вот яблочки. Наклеечки. Сейчас, прикинь, Макбук найдём. Не, ребят, это пушечка. Просто это бомба. Найти бы такой Макбук, блин. А может, он тут всё-таки где-то есть? Чё это? Топовые колонки. О, клик. Колонки шляпные. Ну, возьмём на продажу. Где Макбук? Где Макбук? Хочу Макбук. Ну, хочется мне Макбук. Хочется мне Макбук. О, какие-то шорты ещё одни на лето. Тебе не надо на лето? На. Ну, на продажу-то. Толстовка какая-то мокрая. Где можно не сорить? Аккуратно. Тогда надо. А чё ты сюда пришёл? Ты тут не залутал ничего нормально. Вон тут ещё кроссовки лежат. А, жопа им. Вот это с Алиэкспресса по-любому, ребят, смотрите. Да что тут за кладец шляпных кроссовок? Эти вообще в говнах. Я вот не понимаю таких людей. Лучше же одну пару хорошей обуви купить и ходить в ней пару лет. Чем купить с Алиэкспресса, блин, за полторы тысячи шляп. Которая развалится через пару месяцев. Смотри. Вологодское лето. Молоко пастеризованное. Будем девочкам брать? Пиццу мы им нашли. Чё говоришь? Там гараж не провоняют пердежом от Вологодского лета. Может и провоняют. Ну ничего, будет веселее нюхать, сидеть по кайфу. О, нифига попкорника сколько. С волоснёй. Смотрите, с волосами. Самая дешёвая сковородка. Фу, ну и шляпа. За 100 рублей, наверное, сковорода. Чё, Дим, надо? Чё сделать мне? Бля, всё сломал. А? Вот эту штуку надо мне сюда засунуть, в эту клетку. Куда? А, а как не выйдет? Давай я сверху вот так положу тебе. Вот так. Не, сейчас надо одеть как-то вот так. Во, и шоу, и теперь баланс есть. Ребята, если чё, нам этот стеллаж надо в гараж. И стол вот этот деду надо беленький. На, и пакет. И всё, и полетел. Ты, я столик, эту столешницу беру. И полетели. Ну всё, побежали. Аккуратно, машина. Отходи. Нормально. Вот это грамотно. Ну а как по-другому? Так и живём. Несём всё в гараж, потому что всё деду надо. Ребятки, кормилица. Вот она. Я намерен в неё залезть одной рукой. А вылезешь как? Ну как-нибудь вылезу, Дим. Кстати, это Дима Залутник. Его канал создан. И ссылка на его канал в описании. Дим, Дим, Дим. Ну дай мне ей насладиться. Лутай ту кормилицу. Иди отсюда. Я и так не в каждую залезть смогу. А ты хочешь меня находок лишить? Бля, я тебя по-моему не облил. Ну ты как обычно, блин. Бежит вот это вот. А-а-а-а. Что там? Подыми ногу, подыми. А там морс. Морс пролитый. Подыми ногу, покажи. Ребят, вся нога мокрая в морсе. Ну это нормально. Ты ощутил теперь морсианую помойку. Так, ну я туда ступать не буду. Вот я на чужих ошибках буду учиться. Надеюсь, мне удастся одной рукой, блин, топовые находки найти. О, даже первая находочка вот такая вялая сосисочка. Это у меня в старости так же будет. Вы поняли. Итак, приступим. О, рюкзачок, коробка от Ноута. А вот рюкзачок, вот это уже интересно. Какой-то драный рюкзак. Еще один рюкзак в рюкзаке. Это пакет. А внутри что-то есть. О, колготочки драгоценные. По 20 рублей. Дим, колготочки. О, и шапка. Кандибобер какой-то. Ну это шляпа. Приодеться. Опа. О, нифига. Ребят, тяжелая коробка. Там по-любому наушники. Или инструкция к ним. Ну что-то там есть. Да ну нафиг. Все реально. В первой помойке сразу повезет. Охереть. Охереть. USB-шка и наушники. Охренеть. Бля, как будто оригинальные. Айрподсы. Да ну нахер. Да ну нахер. Охренеть, а это что? Подожди, там еще что-то есть. О, эти прокладочки. Охренеть, да ну нахер. Похоже на оригинал, капец. Но лампочка не светится. Ребят, капец, похоже на оригинал. Надеюсь, что это оригинал, а не подделка. Да ну нахер. Реально рандомный пакет взял, разорвал. Там всякие помои были и наушники. И кабель, смотрите, ребят. Оригинальный кабель? Сейчас посмотрю кабель. Ну, по ощущениям, как будто да. Ребят, по ощущениям, реально, как будто оригинальный. Кстати, подгоним я, у нас кабель очень вкусно. Так это он в комплекте с наушниками идет. Это современный с Type-C на это. Это для быстрой зарядки. Охренеть. Ребят, тупо вот это пушка. Блин, буду молиться, чтобы они работали. Первая помойка и сразу AirPods. Это же AirPods Pro. Сейчас почитаем, что написано. Даже наклейки, наверное, есть. AirPods Pro, ребят. AirPods Pro. Охренеть. А где наклейки? Прикинь, если это... Блин, очень похоже на оригинал. Ребят, капец. Это оригинал. Смотри, ребят, охренеть. Только вряд ли они рабочие. Ну, будем проверять. Ребят, первая помойка. Первый рандомный пакет. Просто выпали нафиг. Тут вот еще джинсы всякие. Жесть, ребят. Просто жесть. Это от Apple наушники. Вот, смотрите. Вот они в коробке. Нормально, да? Не, ребят, вот это бомба. Сейчас, короче, воткнем в пауэрбанк и будем сразу проверять. Не отходя от кормилицы. Им еще надо позаряжаться. Я находил, короче, но у них индикация не загоралась, потому что у них мертвая плата сама была. А какой версии ты находил? Я вот до этих, предпоследняя версия была. Так, вот USB-шка моя точно рабочая. Заведомо рабочая USB. Она новая, это моя от айфона. Втыкаем в любой черный. Нажимаем. Пошло питание, это уже хорошо. Покажи. А его так пошло питание. Да, ребят, реально светится. Заряжается. Дай им позаряжаться. Еще. Короче, пусть заряжается, пока будем лазить, а по-моему, посмотрим. Ну, может, это и паль. Ну, надеюсь, это Ари. Проверим. Проверим цвет, видишь, она вроде оригинальная, а вот это вот подозрительно. Ну, да, но вроде все как должно быть. О, там пачка сухариков в коробке. Блин, корочки. Меня обманули, они пустые. Опа. Нифига тут торпеда от машины. А там вынос сжатый. Опа. Ой-ой-ой, дай-ка. Куда ты? А мне? Ну ты хоть поделись, блин, с инвалидом-то. А вот это... А это тебе. Опа. А это мне сумочка. Нифига нам тут привезли тележку с мусором. Телега с мусором подъехала. Дим, нам нужна тележка из ленты? Бать тут медикамента. О, нифига старые часы. Дай, дай. Дай, дай, посмотрю. Ой, это янтарь. Охренеть. Это, блин, это ралитет. Дай сюда. Тут вынос, смотри, лекарства. Да похер мне на эти лекарства. Смотри, тут еще вынос. Смотри, вот целый пакет нахуй. Часы сюда. Вот это сразу прими. О, это клюкву собирать. Дай. Это клюкву собирать. Это мне надо. Ребят, топовая тема. Клюкву собирать. Крыло? Не, мне это не надо. Ну, возьмем на продажу. Крыло от велосипеда. Вот эта штучка для клюквы. Это топовая. А вот часы, ребят. Смотрите. Янтарь. Вот такие вот. Они дорогие, наверное. Вот тут только пластик треснул, но ничего. Такие вообще крутые на вид. Винтажные. Ребят, что в этой сумке мне интересно? Он мне до этого ее подал. Говорит, это тебе. А что тут? О, шмотки женские всякие. Вот свитерок. Что тут еще? О, толстовка. О, ебать. Что там? От клещей обработал. От клещей? Полезная. О, да, тема. Берем. Дай гляну. Ребят, от клещей аэрозоль. Для обработки одежды. Блин, аж целых два баллона. Сколько ништяков. Леечка тоже нам надо. О, катафотик. О, еще тоже от клещей. От комаров, клещей. О, алюминий. О, алюминий, ребят. Нифига тяжелый такой алюминий. Нифига антигниль, ребят, для машинки. Вон домашний. Вместо двухтактного мобиль, смотрите. С пацанов по лайку. У кого скутеры. Вместо двухтактного Дима это зальет. А это что такое? Влад. О, коробочка с орешками, ребятки. Смотрите. Вот это орешечки. Целая коробочка. Блин, был бы я белочкой, я бы очень сильно порадовался. Но я все равно радуюсь, потому что это очень полезно для потенции. С мужиков опять по лайку. О, это карбюратор. Карбюратор. Это карбюратор. Да. Ну, это какая-то часть. Ну, пойдет на металлолом. Это с машины. Это двигатель. Стартер может или еще что. А вот это что? Что? Там жидкость какая-то вот здесь, тюбики. Ребят, напишите в комментариях, что это такое. Шемикал Ликют Супер Вайпер. Че? Дай гляну. Ребят, две помойки назад буквально мы нашли AirPods Pro. Покажи. А, да это шляпа паленая. Это не оригинал. И там даже наушников нет. Что вот это? Дим, можешь раскрыть? Нет. Там жидкость внутри. А, это протирать. О, что-то протирать. Пластик, да? Да, да. Заберем, короче. Ребят, какой-то пластик протерять. Глако какой-то. Но похоже на кое-что для взрослых игрушка. Похоже на это на самом деле. Ну, можно использовать, да. А теперь с девушек по лайку. Орешки. Коробку орешков берем, Дим. Я сегодня там у одной девушки, у моего друга девушки сегодня днюха. Я ей подарю эту коробку орехов с помойки. Вообще бомбовый будет подарок. А сумку я до конца-то еще не осмотрел. Что это? О, топовая шляпа. Дим, примери шляпу. Вот эту шляпу примери. Примерить шляпу. Покажи, как ты. Да нахер она мне. На барахолку. На барахолку возьмем. Да она ушатанная, блин. Ну, короче, вот все эти шмотки. Что такое? Там запаха потака, блядь. Так занесло, что у меня весь нос протрезвел. Не, ну вот эти часики вообще бомба. Янтарь. Помоечка дарит винтаж у ребятки. А вот эти часики стоят вот столько на авито. Как вам цена? Ну, мы их продадим чуть дешевле, потому что тут поломанный пластик. О, вынос хаты. Не успели подъехать. Капец, тут ветер сильный. А это вы снимаете, это вот по видео показываете? Да. Вы поможете только влазить? Да, вот уже насобирали всякого добра. Внуки любят, вот, смотри. Я говорю, что вы... Главное, чтобы не повторяли за нами. Ну, я говорю, что вы это самое. Так вы же там поясняйте, что для меня дедушка... Да. Ну, я на него люблю смотреть как-то. Так все в детстве лазили. Так мило. Дедушка нас узнал, говорит, вот внуки смотрят, вот, как лазают. Интимное белье. Интимное белье. Ну, давай. Дима набирает интимного белья. Привет. Интимное. Дима по интимной части двигается, ребят. Видели? Чисто сразу лифчики набрал. Все, что надо. Ай-яй. Ребят, просто посмотрите. Вот, вставляю кадр, что у меня сейчас в руке. Видите, как спицы торчат. Вот это жесть. И я, представляете, с вот этим вот пальцем сейчас, блин, лазаю по помойкам, блин. Ну, а что делать? Вас надо радовать видосом. Да и самому живиться с кормилицей тоже надо. Вот, как-то мучаюсь, блин. Ну, я думаю, лайка точно заслуживает этот контент. Вот эта коробка меня интересует. Я это урывал. Фу, блин, рассыпалось. Наполнитель для лотка аж мочой сразу завоняло. Дай, Глёнов. Нифига, Димон сразу урвал красочи. Слушай, они как новые, блин. А дай второй. И второй целый, ребят. Зацените, какие стильные. Топовые, блин. Что там газует-то, блядь? Фу, блин, как мочой-то. Опа. Фу, блин. А? Так это ботиночки. Да, бери, если целые. На продажу пойду. Дим, да можешь не прятать. Я одной рукой у тебя ничего не украду. Что ты прячешься, блядь? О, какой тортик. Ребятки, с кух... 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 Сейчас кое число. Сегодня 8 мая. До 3-го. Подзагулял он. У нас же зажидился. Это можно просраться. А вот это очень вкусно пахнет. Давай возьмем вот это. Похаваем в гараже. Такой пирог, блин. Сейчас надо тоже срок годности посмотреть. Так. Изготовлено годен до 17-го апреля. Ой-ой-ой, сейчас уже май. Не-не-нет, это не надо. Но на вид, на вид он был живой вообще. А вот это, смотри, с кремом. Тоже яд. И тут даже даты нигде не написано. Ну и как мне теперь вылазить из этой Apple помойки? Видите, купертиновцы что делают? Apple мусорные баки. Нет, нормально, в принципе. А где фару дел? Жду, пока ободок новый приедет. Ободок от унитаза? От фары. Ребят, я тут припрятался между баками, чтобы проверить эти наушники. Они зарядились. Зеленая там индикация горит. И буду сейчас их проверять. Только с помощью Димы. Дим, вставь их себе в уши. На, второй наушник. Ну что, тест-драйв. Bluetooth, включаем. И ищем. А, вот AirPods Pro. Подключаемся. Вот AirPods Pro, ребят. Что, был звук? Ну, тихо. Так, и включаем узон. О, звук пошел. У меня нет. Да? Ну я на всю... А, вот. Левый работает. А? Левый работает. А правый? Нет. Они оригинальные. Да ладно. Что, звук офигенный? Хотя нет, стоп. Шляпа. Понит, понит, понит. Что, Дим? Понят как. Понят, понятно. Одно ухо работает. Короче, шляпа паленая. Еще одно ухо не работает. Обидно, блин. А мы думали, что это оригинал. И надеялись, что они рабочие. Это паль шляпа. Залупа. Как это вот неприятно, конечно. То, что они не работают, блин. Ну ладно. Но помоечка попыталась нас порадовать все равно. Шмотки вот забираем. Танк. Голубека тоже забираем. Голубь, пошли с нами. С нами идем. Голубек, с нами. Что ты не хочешь, блин? Да мы всего лишь тебя чуть-чуть пожарим. Шучу. Едем дальше. Нифига себе. Да я думаю, вы нас из хаты есть. Что ты лезешь? Что там? О, нифига, шмотки сразу хорошие. А? Я биткоин нашел. Дневник биткоин? Интересно. Что тут, биткоин спрятали? Так это с двойками доколами, ребят. Смотрите у кого-то оценки. Нет тетради. Два. Нет ДР. Два. Не готов к уроку физра. Два. Не работает на уроке. Два. Поведение. Два. Так он даже дневник не заполнял. Жесть. Почти на каждой странице двойки. Ребят, если вы так же учитесь, то ставьте лайк. Смотрите. Безобразное поведение. Два. У меня тоже так же было, ребят. Ну вообще, это не очень классно на самом деле. Нет тетради тоже. О, еще двоечки. Смотрите. И тут двоечки. Да. Бля, что за это? О, еда. Сюда. А нет. Что за футболка? Стык какая. Дай поп... Разверни. Разверни. Мне нравится. Разверни. Да нормально. Разверни ты, ебаный в рот, блядь. Переверни. Ты. Социал Квантум. Смотрите какая с драконом. Давай, берем. Офигеть. Новая вообще. О, так это на меня. Топмен. Смотрите. Если я их одену, я буду топовым меном. Топмен. Чувак, да это на меня штаны. Или на тебя. Хорошие. Каких только на свидание ходить. Да, на свидание с Валюшей. Бери. К Вале пойдешь на свидание. Хорошо, возьму. Все, ты порылся? Что-то как-то очень печально. Хуево. Что это, пакеты? Бери. Не, штаны, блядь, давай мне их. Мне они понравились, блядь. Чувак, тут что-то страшное. Манекен какой-то. А ну, дай-ка гляну. Что это такое? Что это? Что ты? Доставай ее, смотрим. Это что-то страшное. Это самодельный. Ребят, самодельный этот. Манекен, смотрите. Самодельный из скотча. Капец. Что только не найдешь? А чем его набили? Какими-то шмотками, шубой. Шубой набили его. Нифига себе. Так это, блин. Офигеть. Топовая шапка, чувак. Топовая шапочка. Это как у Никоглая похожая. А что тут? Нифига, еще одна. Прикинь, такая шапка прикольная. Смотрите, ребят, тоже шапка такая с ушками. Прикинь, тут одни шапки такие. Вот еще одна. А теперь, смотри, что у меня. Что у тебя? Я там уже запрещу. Ну, что ты достаешь, тут мусоришь, блядь. А я аккуратно не хочу. Вот там что-то интересное. Что-то интересное, ребят, говорит. Шкуры свиные. Да и куричи. Шкуры. Это интересное? Жесть. О, кормилица. О, кольцевая лампа. Эээ, стойка от кольцевой лампы поломанная, шляпная. А как тебе советские? Советские? Нифига. Это на барахолку. Адидас старый. Адидас старый, винтажный, ребят. Оригинальный старый Адидас древний, футбольный. Жесть. Что-то стоит? Может, что-то и стоит коллекционеры. Болт вкручивали. Жесть. А? Штребух. А, круто, спасибо. Помойка кормит, да? Так, но я пошел пешком до следующей. Ты падла. Ты у однорукого хочешь отбирать? Слышь, ты гаденыш. Шмотки бери под люка. Ой-ой-ой-ой-ой, работаем. Нифига себе, какая табуретка. Это мне надо. Забираем, Дим, по-любому эту табуретку. Ребятушечки. Мы укормилицы. И хотим вздаить ее. Встаивать хотим ее. Хочется найти чего-то дорогого. Да ну нафиг, кто-то вывоз замутал, кто-то вывезет. Ну, Дим, потому что конкуренты, они не дремлют. Мы тут не одни лроемся в помойках. Блюдо из морских рыб. Советская тема. Это неинтересно. Мне интересно найти гаджеты. Там спортивная сумка какая-то внутри. У меня кофе одна улыбка. А? Кофе одна улыбка. Он немецкий, кстати. А, реально. Пачка кофе, ребят, смотрите. Турецкое кофе. Ну, это этот, нерастворимый такое кофе. Ну, на продажу, чувак, берем. Его купят. Кофе дорого стоит. Вообще целая пачка куй-кур какой-то. Кай-кур бренд. А может это чай вообще? На вид это на кофе-то не похоже. Видите, красненькая, как каркаде. Нормально. Опа. Что за сумка? Хорошая, целая? Может возьмем? Вот тут внутри еще одна сумка. Неплохая сумка, ребят. Чемпион. Ну, чулочки, это классика. Вот с выделениями белыми. Это на продажу. Дим, эта сумка хорошая для багажника заднего твоего. Дима тут прицепил. Сел такую сетку. Сделал багажник, чтобы ездить. Ну, и меня катает, потому что я однорукий. Давай, сделаем отрезание. Обрезание, точнее. Ну, что там, Димочка? Нашел айфон? Пока нет. Ну, ладно, ищи тогда. А я пойду в следующую кормилицу. В мою фаворитницу. В мою любимку. Вот она, моя любимка. Буреночка. Надо залазить. Блин, тут так это гвозди торчат. А я прыгнул. Сейчас бы, блин, видите, как помойки опасные. Ну, а поаккуратнее. Брусочки, досочки надо мне. Отложу вот здесь. Такие досочки хорошенькие. О, это что, дом? Дим, это дом кошачий или чего? Ты на Медузу сейчас был похож. Там смазка. Дим, там смазочка для пениса. Вон, пенисная смазка. Вон, визит, аква. Вот это бери. Вот эту смазочку. Там почти полный тюбик, Дим. Смазочку бери. Вот. Главное, ее возьми. То она запрыгивать, короче. Там рассыпанные находочки. А вот эта тема. Ребят, зацените, какая топовая. Это в шкаф цеплять. Носки и там трусы складывать. Блин, да я это бы забрал себе. Мне это надо, блин. То есть, столько трусов с носками можно туда убрать. Берем, короче, вот эту штуку. Да, Дим, тебе точно надо подтянуть навыки паркур. Залазь-то полностью. Че ты? Смазочку покажи, деду. Ммм, полтюбичка. Гель-смазка увлажняющая. Что там внутри-то? Груди. А это пизда. Груди. О, о, дай сюда. Это деду надо. Ребятушечки. Вот для чего мне смазка, деду, вот эта. Вот она, визитница. Вот где визитница? Где визитница-то, блядь? Кто смазку угнал? А вот. Вот и смазочка ребятушечке пригодится мне. Для вот этой жопки. Для вот этой вот. Скормилицы. Для вот этой. Да, Дим, как ее будем делить-то? А? Это педофи... Ой, ладно. Что? Забей, она педофильская какая-то. Не, это просто она мини. Ну, это вот как мы находили силиконовых женщин, только они были полноразмерные. Но те женщины-силиконовые куколки были уже для буржуев. Для тех, у кого много денег. А это эконом-вариант, понимаешь? Мини-жопка эта. Бери ее, закручивай, блядь. Куда ты пошел? Закручивай, прячь. Это нам надо в гараж забирать. И суперклей, вот, суперклеек. Не, ребятушечки. В сотый раз, какой раз, убеждаюсь в том, что помоечка дарит секс. Смазочку. И то, что, куда можно использовать эту смазочку, ребятушечки. Просто бомба. У нас теперь новая игрушка в коллекции. Вот это кайф. О, там какие-то баночки. Аккуратно, блядь. Вот баночки вот эти, я думаю, надо брать. Для всяких шуруповертов там это. Тем более, это краеведческий музей. Столовая серебра. Столовая серебра. Тут столовая серебра не будет сейчас. Стой. Набор ложек, вилок. Стой. Шляпа. Это, во-первых, мельхиор, он ценится. Мельхиор ценится? Или вот тут может серебро быть столовая. Ух ты. Там серебряная ложка, кстати, стой. Реально, я тебе говорю. Не отбирай сейчас аккуратно. Вот это вот старинная серебряная ложка с пробами. Видишь? Да ну нахер. Вот тебе еще следующее. Ребят, ухренеть. Это дореволюционная. Это дореволюционная чайная ложечка серебряная. Ой-ой-ой, какая она красивая. Это коллекционка. Коллекционная она. И вот тут кресты, смотри. А, так это церковщина. А это что? А где-то тут пробу увидел. Вот на конце. Она забита уже. Ребят, вон пробовал тут на конце. Вот тут, конечно, бочка четкая. А тут маленькая, да. Две там даже пробуют. Офигеть, вот эта ложечка очень красивая. Церковная, аккуратно. Крест у нее тут на конце. Ее можно дорого продать, да? Тысяч пять, наверное. Меньше, тысяч три. Ну за три тысячи вообще бомба. И вот это. Забирай все эти ложки. О, Дим, крышки, блин, от кастрюлих тоже можно продать. Крышечки бомбические. Ребятки, вот. На продажу. Вот это на продажу. А половник вообще новый. Можно тоже на продажу. А вот этот, ты чё? Это тоже, блин, для запекания тарелка. Она стоит, конечно. Ее тоже набрать. Может еще что-то есть. О, нифига себе, чувак. Набор мисок топовых. Металлических. Для очистки карбюраторов. Да, берем. Вот этот набор мисочек нам в гараж надо. О, нифига, найки выпали с пакета. 39 размер. Ну, вроде целые. Можно взять, попробовать продать. О, нифига какая топовая. Ребят, вот это сумка спортивная. Вот это я понимаю. Слышь, Димон, вот это просто пушка для находок. Она очень прочная и большая. Посмотрите, какая сумка. Топчик. Вообще мощь. Очень надежная. Не, ребят, ну нормально чё, блин. Такую ложку найти, блин, коллекционную, дорогую. Просто бомба. Тем более еще две серебряные. Так, посмотрим, что вот здесь. Я думаю, вот тут точно тоже что-то будет в этой кормилице. Пусть Дима, короче, залазит. Ну его нафиг. Я реально могу не вылезти, по-моему, отсюда. Дим, залазь ты, потому что я-то однорукий. Мне плохо. Да, да, тут чё-то есть. Я, блин, сам еле сдержался, чтобы сюда не залезть. Вон сумка уби, сразу забирай. Пакеты синие проверяй. А чё ты свежак-то засыпаешь? Как ты вообще роешься-то, ёбаный в рот? Как вот так? Вон ты наступил на какой-то вынос, блин. Чёрный. Какой вынос чёрный? Вот, похоже на вынос было. Ну я ж тебе сказал, блядь, чё-то есть. Да ну нафиг. Что это? Значок? Офигеть, смотрите. С гербом Российской Федерации значок. Монетный двор. Офигеть. Смотрите, какой герб. Чё, Диман нашёл, короче. Он тут долго очень рылся, поэтому я камеру выключил. Дай сюда. Значок. Да нафиг мне эти ботинки. Во. Вот это топ-находка. Зацените. Не влезай, убьёт. Это мы в гараж заберём, прицепим. Пусть висит, блин. Круто смотрится. Ну и топ-находка. Вот такой значок в этом баке. Больше ничего ценного. Это, ну, кожаные какие-то ботинки, которые за 100 рублей продадим. Итальянский. Морис бренд. Made in Italy. 42 размер. Чё-то я тут нашёл. Но-ле-но-велека. Часы женские. На велека. Смотрите, как новые. Раз. У меня вынос. Ребят, зацените. О-о-о. G-Shock. Вот это мини. А нет, это не G-Shock. Китайский? Ну да. Но всё равно смотрится неплохо. Ребят, зацените топовые. На, будешь носить. Есть ещё что-нибудь? О-о-о. Да ладно? Чувак, что за прикол? Мне опять везёт. Куда ты лезешь? Лёгкие они. Я однорукий. Ты хочешь забрать у меня? Я забираю один лёгкий. Ага. Опять не везёт. Нет там ничего. Ну, не повезло. Но вам брошюры на месте. А вот это? Вот это там не везёт, Димочка. Зацените, ребят. Знаешь, сколько они сейчас стоят? Там один есть. Один. Я знаю, они очень дорогие сейчас. Один. Возьму, возьму. Вот эти ня для меня. Особо тонкие. Вау. А вот и Айкос. О-о-о. Айкос, ребят. Смотрите, какой. Бам. Целая. Ребят, тупо целый Айкос. Вот это надо. Вот это берём. А вот и айрподсы, чувак. Бам. Как они хрустят. Это палёные, ребят. Не оригинальные. Ну вот, а берём с коробкой вместе. Куда я коробку выкину? А вот коробка от них. Что-то сейчас часто выкидывают их. Вот там брошюры. Так, что тут ещё есть? Кошелёк какой-то, смотрите. Дим, проверяй. Может где-то заначка. Каждый кармашек проверить. О, это гель для бритья. Арка. Берём. О, чувак, ещё вынос. Вот это я люблю, блин. Кроссовки какие-то с рынка. Куда полез? Я чё сейчас, блядь. О, о, Аукс кабель, чувак. Топовый Аукс новый. О, Адидас. Кстати, для кормилец хорошие. 45-й твой размер. О, ещё вынос. Только уже вещи. Мужские причём. Джинсы. Ещё какие-то вещи. Ну, тут мужские вещи всякие. О, спортивки, чувак. Адидас. Адидасовские. Оригинальные. Чиские? Нормальные. Да они у тебя ещё короткие. Не твой размер. О, на. Дима, смотри. Нифига себе, чё я нашёл. МЧС России. Нифига себе, чё выкидывают. О, нифига тут кроссы. Чё за бренд? Нифига. Пепе. Лондон какой-то. Пепе какой-то там. Пепе Бюве Пепе. 41-й. Пепе какой-то. Пепе Джинс. О, Пепе Джинс. Дим, иди, тебя зовут. Дим. Так иди. Дворник позвал. Чё-то хочет. Чё там происходит? Охренеть. Охренеть. А нам-то он зачем? Бесплатно. Это металл. Не, ну это топовый телеката был. Там есть чё снять? Чё, два-два-два-два. Я, я однорукий. Я могу вот тут. Только тут провод, если... Это металл. Не только там. Капец он огромный. Эээ. Ай-яй. Капец тут столько всего. Он кинескопный, потому что он старый. Стоп, это горизонтальный кинескоп. А-а-а. Хочешь хереть? А. Прикинь, его вот тут вот находится рамка. И там линзы огромные. Ого. Так, мы его аккуратненько. Я не буду ломать его. Там... Стой, стой. Стой. Тут вот болтов уже нигде нет. Оно всё должно сниматься. Нифига какой он интересный. На линзах каких-то. Линзы нам нужны, пригодятся. Ребят, смотрите, что внутри его находится. Линзы. Линзы. Офигеть. Я первый раз вижу такой телевизор на линзах. Вы представляете? Таких кинескопов я ещё в жизни не видел. Зеркало реально. Короче, ребят, мы вот с этого телевизора сейчас снимем вот эти линзы. А телевизор нам этот отдал дворник местный, наш знакомый. Нифига тут. Как в этой коробке что-то есть вроде бы. Вот в этой. О! А вот и пылесос, ребятушечки, Редмонд. Пылесос Редмонд. Со шлангами совсем. О, щит. Вот это нам надо. Дим! Дим! Дима! Нифига, лобовые стёкла от тачки. Целые, кстати, задние. От ваза 13. Ваз 13, вот написано. Чё ты это выламываешь-то всё? Ты снимай линзы и всё. И медь. Ребят, вы хоть раз видели такое? Тут три кинескопа. Три кинескопа. С кинескопов выходят вот эти три линзы. Ну вот, бля. А вот это чё сейчас? Чё мне тогда, бля? Чё, бля, я знаю, ты вот эти линзы снимаешь, нахуй, а продаешь по тысячу рублей каждый, бля. Он из них объективы сделает на камеру. Я из них не знаю, просто продам, да? Да, тысячу рублей. Хуел, бля, эй, плати нахуй, эй. Пять тысяч, нахуй. Чё, пятьсот рублей, нахуй, мне скинешь-то? Я не знаю. Это мы в гараж притащим и что-то будем с ними делать. Это не на продажу, это себе линзы. А там, вон, алюминий, это чё? Ну вот это вот прикольные такие лупы, стёкла, которые можно использовать для фотографирования. Вот смотрите. Можно как макрообъектив использовать. Там типа фотки всякие делать. Или светильники сделать. Ну короче, прикольная тема для самоделок каких-то. Плюс тут ещё регулируется фокус. Вот видите? Можно фокус регулировать. В общем, интересный телевизор, с которого можно всякой фигни поснимать. Прикольный. Не, она не... Что там, вода что ли? Да, масло какое-то вылилось. Ребят, представляете? И оно воняет клеем каким-то. О! Охренеть! Чё это такое? Напишите в комментариях. Чё это? А если мы выживем? Ну я надеюсь, мы выживем, да. Ребятки, напоминаю, что по промокоду Штреп вы получаете до 25 тысяч рублей на первый депозит для новых игроков. Досматривайте ролик и переходите по ссылке в закреплённом комментарии. И двигайтесь к победам с моими друзьями OneX. Ты чё, блин? Ты чуть в этот камень не въехал, Дима. Аккуратнее, блин. Если я не въехал, значит я не въехал. Ребятушечки, приехали чуть на другой район. Мы тут очень давно уже не были. Сейчас посмотрим. О! Смотри, какая коровка. Ну лезь, я то они достанут. Я-то однорукий, ребятки. Ух ты! А у неё внутри что-то есть. Тоначка. Она такая чистенькая, красивая бурёночка на продажу. А это? А это львёныш. Львёнок тоже, как с виду, как рюкзак. Чё? Ебать! Там ума! Ну, это 5С. Ну, тоже норм. Нормально. Круто! Да. Прикинься, рабочий. Будет вообще круто. Ну, давай проверим. Топ-топ телефон в своё время. Ну, в своё время, да. Ну, это вроде первый айфон на сети LTE, которая в нём появилась. У меня был такой, я покупал. Ходил с ним. Но он нифига не включается. Проверим, по-моему, как в гараж приедем. Ну, неплохо, слушай. Неплохая находка. Модель А15-32. Это айфон 5С. Легендарный, по сути, телефон. Соколекционный даже. Потому что только он был в пластиковом корпусе. У айфонов. Это единственный телефон с пластиковым корпусом. Да. Они сейчас ценятся вроде даже. Ну, экран под замену. Ну, нормально. Чё, больше ничего не было? Там остальное совсем. Сценю по курке. Львёныш-то, вот. Львёныш и бурёныш. Нормально. И айфон 5С. Неплохо. Ребятушки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова